Еще чуть-чуть Я сказал Игорю Сыновья с него справа, Жинка слева Значит, вчера я приходил к вам К Елене Анатольевне Она говорит, ну, завтра обещает Говорит, дождь, там легче будет Мы сейчас приехали со второго мостика Сегодня там, успели развести Игорь Александрович сказал Да я на своем ковше-то на этом Это трое суток надо Да, беда правила, в шесть раз ошибся Двое, двое суток В шесть? Нет, ты же до обед так работал-то Так что держи Так что в жизни многое меняется Даже не так, как мы хотели бы Дело в чем У меня большой ютубе канал 39 тысяч подписчиков И 39 миллионов просмотров Вам не надо говорить Сколько у меня там противников И на моем канале Мне пришлось заблокировать Больше 10 тысяч человек уже Златоуст 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 Им разницы нет никакой Люди получают Я все узнал Деньги Большие деньги И они все время должны пакости говорить А потом в Таиланде Едут, отдыхают И он не знает Ему разницы нет На Игоря Александровича Ни разу Нигде Плохого не было Так что Перед Богом Это все И спрашивает Почему вы не обратитесь За помощью К людям У вас столько подписчиков Просмотров По сотне бы каждый скинулся Ну что Сотня По сотне Это надо много И по сотне Конечно Я не отвечал ничего Вчера Которые мне дали данные Ваши сбербанковские Счета Телефон Я все выставил уже Видел наверное Во все ролики Выставил где-то И хотел сегодня Кое-что вас спросить Когда вы Приехали в Потеряевку Жить В каком году В 93 Что у тебя было С собой В то время Ничего не было На газике Привезли Скарб Который был И все Я один приехал Лена была Там в городе В это время У тебя Сколько детей было Двое Двое На фотографии Сохранилось это Ой Не знаю Где-то есть фотографии Где-то учился Перед тем Как приехать Потеряевку В политехническом институте В Барнауле Он был еще институтом А потом университетом Стал Ну когда я не знаю Стал С какого курса ушел С четвертого Я закончил С бывшими сокурсниками Встречаешься Ну где-то 10 назад Встречались Они знают Что ты поселился И твердо Ну да Знаю Они считают тебя Наверное Несчастным Забитым Или нет Наверное Этого я не знаю Не разговариваю Насчет этого Понятно Ну и ты сам Лещ Это Начинал Ты думал Что у тебя Что-то получится Там вот Именно ферма Будет Коров держать Склады будут Комбайн Трактор Да кем угодно Хотел быть Только не в сельском Хозяйстве Работать А как получилось Что именно В деревне Я думал Ну в городе Только жить Но деревня Тебе С детства Известно В общем-то Ну район и центр Да Понятно Сильно плотно Мы с этим Не сталкивались Никогда Дело в том Что люди Спрашивают Про все это Вы как-то Просчитываете Вперед Сколько держать Коров Сколько пашни Что для этого Потребуется Воображение Какое-то Должно быть У лидера А лидерство Семьер Да коров Мы особо-то Не хотим Выращивать Их тяжеловато Здесь И спасть бою Некому держать А вот С пашней Думаю Надо Это В первую очередь Погромче Говоришь С пашней Пашней Надо заниматься В первую очередь Землей Вот уже В этом году У нас появилось Прибавилось Еще 100 гектар Земли Мы купили Уже Чуть больше 400 гектар А Своими силами Работать Ни на чем Ну техника есть Какую мы БУшную Старую Покупали Вот настоящий день Сегодня у нас Наверное 16 16 августа 2019 Ты в долгах Где-то Состоишь У тебя есть Взаимодавцы Которые Тебя могут Которые могут Нет Так у своих Где-то Я занимал У свои Там отец А так Под проценты Ты нигде не берешь Первый год брали 93 год Когда вообще Были на нуле Сегодня нет Должник Делается Рабом Заимодавца Никогда Не бери Я за всю жизнь Одной копейки Никому не должен До вечера Бывает Пришел Нету А надо Я знаю Что дома Возьму Принесу Так Я сейчас Ребят буду спрашивать Потом вернусь К тебе Сколько тебе лет 26 Так Где ты учился В политехническом университете В Барнаульском Закончил Да У тебя намерение Твердое Быть здесь Помогать Твердое Твердое Да А тебя удивлялись Нет твоей товарища Что звать тебя Теренти Ни Вовка Ни Сережка Удивлялись Сильно удивлялись Так Смеялись Даже Так и есть Теренти С потеряем Подойдем Не знаю Это вы все Технику знаете Это Еремея у нас Еремея У тебя намерение какое Остаться здесь Или куда-то поехать Я еще не знаю Не определился еще Не знает Ты можешь прикидывать Дело в том Что Фильмы есть Сидят они за столом Мальчишки Где-то Пол пятнадцатого года И он еще не взрослый И уже с детьми Нет посередки Отец говорит Он взрослый А у отца Где-то Я не знаю Сколько Пять что ли Тысяч Тысяч Оленей И ночью Волки-то напали И тысячу Отбили И угнали Пурга Он его Знаряжает В нартах Одна собачонка И посылает В пургу Мать не пускает Плащет Вон большой Уже мужик Все Его нету День Два Три И наконец Он находит Берет там Откал Олени Определяет Температуру Сколько Где-то Недалеко Сидок-то нет Все затянуло И наконец Возвращается Посвящение Его Мужчина Вот представь Это не север У нас Благодатная земля Все растет Вода Прекрасная Все Иеремия Решайся Потому Тебя легче Будет работать Здесь Ехать Куда-то С чего-то Ты все время На кого-то Работаешь А это все Твое Вот мы сейчас Делаем Делать нам нечем Пруды До дороги А ведь Мы же по ним Ездим Вот Три Камаза Вчера Ну Два Камаза И прицеп Мы сегодня Растянули Ну еще два Камаза С Еженей поговорили Он говорит Завтра Послезавтра Я залезу Ну еще столько же Надо Сколько Растянули Может все Сегодня уже Кончилось День-то Никак Как Мать Совсем согласна С тем Именно С тем Что Они вот Остаются Здесь Или Я помню Вы вопрос Мне задали Когда-то И говорили Что нужно Сделать Чтоб дети Оставались С нами Работали Здесь Жили Радовались Твой вопрос Был Ну Давно Давно А там Я даю Этот ответ Вот Такой вопрос В Германии Где были Не возникают Он С детства Знает Отец Ему первого Оставляет Он помогает Ущится Все Где достали Где что Постепенно Связи Ему отдает Вот я гляжу И Герман Стерлигов У него Пацаненок Он уже Везде Участвует Где-то У Душанова Константина Он там Занимается И сынишка Туда же Ваня Тянется Но это Понятно Люди Передают Свой опыт Если вы Это все Знаете В чем У тебя Самая Большая Нужда Сегодня Вот если бы Сейчас внезапно Ты узнал Что есть Человек Который К тебе Расположен И хочет Помочь Ну все Речь о том же Комбайне Комбайне Ну взяли Какой-то Два года назад Ну более-менее Хороший Но это Прошлый век Уже Все Они уже Отработали свое Они уже И морально устарели И не пополняют Ту работу Которую Нужно было Делать Культуры Другие пошли И он Не справляется И скорость Не та Что нужно было А работать-то Некому Вот только Терентья За комбайном Меня спросили Сколько Один комбайн Обслуживает Говорю 400 гектар Говорит Неужели Положено По нормам 200 всего лишь Все Больше Он не должен Потянуть А эти Современные Комбайны Около тысячи Должны тянуть Запросто Перед самой Перестройкой Уже появились Люди Которые Обладали Большими Средствами И один Из них Выходит На меня У меня Тогда Как раз План был Детский Лагерь Развернуть На 700 Человек Беру землю Как раз Мне они Тогда давали Здесь Корпуса Строить То есть Все По нормам Какие Они говорят А какие Нормы Когда не Было Перестройка Вот эту Дорогу Вели У нас Они Сразу Бросили Уже Все Видишь Нас Это так Осталось Где-то А технику Стали брать За все Налоги Они Ее порезали Бенталолом Сдали Перестали Работать Так вот Такие люди Есть Сегодня Мы молимся Об этом Чтобы нашлись Люди Меня спрашивают А будь вы Там Богатый Миллионер Ну какой Миллионов Чтобы хотя Долларов Было Я бы Распорядился Ими Я Раскладываю По деньгам Как Куда Первейшая Это Игору Александровичу Барабашку Достать Самый Современный Лучший Комбайн Ну и Техника Другая Учителям Оклад В три раза Повысить Построить Улицу Люди Которые Просятся А сами Построиться Не могут Все Был Вот Китай Один Он Разбогател На Какой-то Металургии Сказал Показывал Он сидит И с ними Говорит Я у вас Покупаю Все Что Ваше Имущество Как-то Вам Переселиться Надо Тут Хорошие Палатки Привезут В течение Лета Я построю Здесь будет Улица Школа Кинотеатр Там Что у них Там Пагода Все будет Построено Вода Горячее Отопление Я хочу Землякам Сделать И сделал Отличное Прекрасное Деревне Я здесь Земляк Но хочу Оставить Память Но у нас Тоже Люди Хорошие Есть Которые Могут И обратить Внимание Вот Когда У нас Была Она Не член Общины Но ходила Еврейка Одна Была Фаина Соломоновна Ну и В одном Месте Она Заметила Я там Отозвался Так Читаю Библию Там Евреи Поднялись Тут Поднялись Господь Их Бьет Я говорю Такое Впечатление Может Остаться Что Бог Как бы Ошибся Избрал Это племя Избранное Как она Поднялась На меня Да Не Антисемит Я просто Говорю Ну Вы сами Видите Сейчас Что делается В один день Разделили Советский Союз В Израиль В Америку Разогнали Деньги Офшорные Предприятия Нельзя Сидели Обдумывали Все Эти Ваучеры А Вам Помогают А вот Если Такое Узнают Банкиры Прочитают Я говорю А он Уже Это немыслимо Вот Я все Видишь Вот Здесь только Я вложил Больше полтора Миллиона Уже Зарыл Землю Ну И считай 154 тысяч Я уже Отдал Не считая Что дальше Еще будет И он Знает Помогает Приезжал Группа Теряев Главный Банкир Алтайского Края Они Понимают Что Я Этот Народ Принимаю Так Как Бог Его Создал А что Они Не правы И Бог Показывает Я Вас Не Поношу Ни Как Но Мысль У Ни Есть И Она Сразу Заглохла Перестала Говорить Так Вот Здесь Можете Среди Них Найти Человек Поэтому Мы Сейчас Поговорим Я Людей Буду Призывать На Молитву Ты Знаешь Когда Я Говорил Об Этому Маленький Вклад Сделал Начало Может Быть Как То До Бога Дойдет Наша Молитва Мы Совершенно Невероятные Вещи Просили Ехать Миссионерская Поездка Мы До Португалии Дошли Мы Только На Горющее Потратили 440 Тысяч Это Полмиллиона Считает А у меня Нет Еще Вдруг Один Человек Звонит Другой Не встречался По сей День С ними Возьмете Деньги Один Сто Тысяч Другой Двести Тысяч Сразу Начали Незнакомые Люди Ответ Молитвы Даже К Касте Подхожу И думаю Деньгами Это Дорога Я Распоряжаюсь А Рублями Да Хранить В разных Местах Надо Мало Ли Что Бывает Где-то Дали Синькими Она Мне Отсчитала А Речь Дает О сотнях Тысяч Шестизначные Цифры И мы Поехали У меня Уже Как бы Опыт Есть Такой Меня Бог На это Дело Избрал Мне В Америке Вот Я выступал Один Подошел А вы Возьмете Деньги Какие Доллары А что Это Такое Я В глаза Не Видал Он Мне Сразу Чек Выписывает На Пять Тысяч С Архиереем Гуляем Мне Говорили У него Архиерей Синькевич Фамилия Его Антони Архиеписков Лос-Анджелес У него Снега Зимой Не выпросишь Он Такой Скупой А я С ним Гулял Он Подожди Маленько И пошел В банк И снял Все деньги И мне Отдал Зазомбировал Так Никто Не верит У кого Жил А у кого Жил Тот Стал Сам Метрополитом Это Он Сказал Жди Ушел Я Подождал И он Выходит Деньги Отдал Все Я Ни рубля Ни цента Ни мороженым Никак не съел И поэтому Я благодарю Бога Что Мне Бог Положил На сердце Я Кубометрами Буду смотреть Золото Лежит Я Не понимаю Ничем Мне Это Лишь бы Было Куда Употребить Так Что Деньги Могут Приходить Разными Путями У меня На телефон Все время Скидывает Деньги Два Раза год Я телефон Кому-то Отдаю Многодетные Снимают Деньги На следующий День Уже Опять Начинают Везде Обращаясь Не посылайте Не надо Опять Накидает Ну Допустим Десят тысяч Опять Отдаю Кому-то У меня Есть Карточка Есть Изберкнижка Ну И там Люди Отсылают Так Я Говорю Это Для чего Для того Что Опыт Есть И Господь Если Услышит Эту Молитву Никуда Обещаешься Никуда Только Копить На комбайн И на остальное Для хозяйства Вы работаете Дай бог Каждому Так работать Нам радостно Конечно Что у нас Хорошее Отношение И Говорим Мы сейчас Помолимся Еремей Хочешь Что-нибудь Сказать Я Говорила Вчера Что Очень Неудобно Просить Потому Что Есть Люди Которые Хорошее Качество Живут Намного Хуже Чем Мы Живем У нас Слава Богу Все Есть Единственное Что Она Говорит Есть Люди Хуже Нас Беднее Нас А Мы Здороваемся Мы Будем Просить Понимаете По-разному Бывает Человек И богатый А Через него Деньги Идут Где-то Ты Работаешь Ты Кормишь У тебя Никуда Не Идет Если Не Секрет Ну Секрет Это Никакого Нет Что Я Вас Спрашиваю Всегда Отмечаете Нынче Горох Почем Будет Не Знаешь Сейчас По 7 Рублей Но Это На Барнауле В Барнаул Привезти Надо Ты Начал Строить Как называется Это Сооружение Склад Да Склад Зерносклад Зерносклад Вот Начал Как-то Думать Об этом И Как Покупать Там Дерево Железо И Полное Оформление Во что Это Обойдется Землей Что Ты Работал Допустим Нанято Было Землю Разглаживал Все Усчитывай Потом Я Посчитаю Когда Сейчас Неизвестно Еще Сколько Будет Строить Ну Тут Помогали Ставь Два Или Три Миллиона Они Не знают Но Однако Речь идет Не о Тысячах Но Во всяком Свящая Ну Тоже Два Или Три Миллиона Где-то Так Я Вот Чему Хотел Еще Сказать Ты Побереги Себя И Поскорее Сделать И С обратной Стороны Везде Как Делаешь Чтобы Были Упоры Снаружи Упоры И Посередке Если Можно Крестовина Нельзя Значит Ну Подумать Надо Как Закрепить Ветры Бывают Большие Парусность Большая И Не Дай Бог А Свернуть Все Его Оно Как Сладишок Мне В интернете Все Время Об этом Говорят И Стучат Скажите И Говорю Барабашу Он Должен Сделать Вот Так И Прям Говорят Я Вижу Я Строитель Сам Строитель Технику Укончал Это По Делу Со Всех Сторон Там Где Или Посередине Два Избина И По Краям На Каждой Стене Шесть Должно Быть Крестовин И Снаружи Тут Ничего Такого Нет Там Бетонные Какие Упоры Сварить И Так Что Было Я Говорю Без Выгоды Для Себя Для Того Чтобы Не Стали Над Нами Потешаться Смеяться Еще Что Не Хотим Хочешь Сказать А Вот Люди Которые Помогают Они Бывает Просятся Приехать Тогда Я Буду Скидывать На Ваш Адрес Вы Заранее Говорите У Нас Не Курят У Нас Если Принимать Некуда Летом Меня Повестить И Мы Знаем Мы Можем Принять У Нас Отдельно Дом Для Мужчин Отдельно Для Женщин А Тут Если Насливать Негде А Здесь Тут Приходит Как Сергей Помогать Работать Не Просто Болтаться Где-то Особенно Осенью То есть Надо Воспользоваться Этим Люди Мне звонят Я хотел бы Приехать Помочь Я не могу Ответить У меня Ничего Нету Мне Каждый раз Надо Говорить Кто Он Такой Человек Насколько Это Серьезно Но Все Равно Если Все Время Прятаться Мы Можем Кое Что Укусить Значит Это На Молитие Приносите Господи Чтобы Никакой Человек С злым намерением Нам Не Повредил И Чтобы Хорошего Человека Мы По Подозрению Не Приняли Тоже Нехорошо Чтобы Господь Сам Управил Положил На Сердце Согласны Поблагодарим Мы Бога Мы Как Раз Стоим На Восток Боже Милостив Будь Негрешным Создав Ими Господи Помилуй Ими Бесчислав Согрешил Господи Прости Меня Грешного И Помилуй Господи Только Ты Знаешь Сердце Человека Мы Говорим Это Без Лукавства Желаю Прославить Твое Святое Имя Устрой Нашу Жизнь По Воле Твоей Святой Имя Твое Святое И дела Твои Чудные Да Будут Прославлены В жизни Нашей И Доброе Отношение Наше Другу Сохрани Пришли Добрые Жители С И Сохрани Нас Здесь От пожара От воров От Нечистой Силы Благослови Правителей Дабы Издавали Мудрые Законы Дабы Люди Могли Достойно Жить Дабы Было Из чего Уделять Нуждающимся И Сохрани Их От покушения На них Продли Еще Мир На земле Благослови Патриарха Епископа Священства Дару Всем Единения Святой Православной Вере Тебе Боже Слава Отец Сын И Святой Дух Аминь Благослови Митрополита Сергий Сохрани Его Здесь Для нас Богу Слава Аминь Пошли Мы С Богом Ты Покажи Склад Показал Склад Да Можно Даже Пройти И Пройти Раскрепляющие Распорки Видите Мы Вот только Начали Делать Чтобы Оно Не упало Про Которое Вы Говорите Она Вся Может Пойти Вместе С Распорками С Распорками Вся Эта Конструкция Она Должна Быть Закреплена Распорки Все Это Хорошо Которое Держит Внутри Но Вот Эти Стоят Они Очень Слабые Там Мне Пишут Люди Видно Что Знающие Прямо Она Вся Может Пойти Туда Или Сюда Чуть Чуть Наклонятся Тебе Ничем Не Выправить Как Только Сейчас Заканчивается Как Можно Скорее Там Какие Бетонные Углубления Там Сделать И Чтобы Варено Было К ней Опять Приварить И Маленько Наклонно Были Сюда Туда Посредине Прямо Так Ты Понял И Люди Пишут Очень Хорошее И Советы Дают Я Передаю Между Этими Крестовинами Два Первая Звена Должны Крестовины Посередке Два И Крайние Два А Вся Соконструкция Должна Иметь Распоры Ты Вообрази Только Что Это Все Так И Тогда Ты Ой А Это Распоры Сделать Не так И Можно Будет Распоры Мы Думали Проезжать Там А Не мешать Будет Проезжать А Зачем Там Проезжать А Где По-другому Никак Откуда Надо Выезжать Ну Теперь Распоры Они Они Недалеко Будут Ну Сколько Может быть Метра На Три На Четыре Дальше Нет Там Перестань Он Наоборот Одобрит Он Лает На Чужих Потом Полает Нет Он Не Понимает Это Не Заставляй Плохо Делать Так Ты С Этой Сторон У Тебя Одни Железяки Сделай И Сделай Там Отодвинь Лишню Березу Бери Послушай С Просто У Лидера Должно Быть Развитого Воображения Бывает Сильные Ветры Буквально Штормовые Где-то А Она Стоит На Тяжести Все Время Увеличивается А Это Ну Какое Тут Ну Дудочка Какая-то А там Уже Налеплено Сколько Столбы Металлические Забетонированные Мало Забетонирована Была Такая Труба На Которая Крымский Мост Вопрос Другой Был Б И Стояло Оно Забетонировано А Нет Ты знаешь Глубина Которая Крымский Мост Я прослушал Даже Невероятно Десятки Метров До камня Дошел До скалы И там Упертые Стоят Вот такие Вот Там Поезда Идут А у тебя Там Дудочки Это Так Тяжесть Увеличивается Опрокидывающий Момент Очень Сильный Вся Тяжесть Вверху И Поэтому Опрокидывающий Момент Усиливается С каждым Днем У тебя Поэтому По краям Хотя бы Пришай И сразу Хотя бы Здесь Две упоры И с той стороны И здесь Две И уже Что-то Я думаю Крайне Маленько Наискосок Даже Можно сделать Только С той стороны Ветра С той стороны Нет Куда-то Зачем Будет ветер Оттуда И то Здесь Все А ты Сделай Все-таки Сделай Две Три Четыре Ничего Это не стоит Стоит Того Очень И очень Тонкие А у тебя Еще Сколько Будет Вверху Ну Пошли Мы Мы Твои Друзья Все Собаке Рем Он Лежит Алабай Алабай Где он Алабай Где Алабай 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 Где Алабай Где Тут Я Спасал Маленький Был Как он Замотался Подожди Подожди Сейчас Там Там Вокруг Блина Вокруг Блина Он Замотался Игорь Он Засыпился Замотался Он Там Пролез И Теперь На этой стороне Его Надо Отцепить А потом Размотать Вон Куда Видишь Подержи Пока Ой Какой Хорош Я же Я спасал Он Болел Я его Дрессировал Все Пускай Вот Смотри Игорь Вот Эти Гвоздя Глянь Зачем Они Здесь Вырви Гулять Хочет Ваша Кошка Черное Я Пришел Она Птичку Поймала И Перышками Съела Перышка Два Осталось Такой И работать Да Ирема Мы Пошли Мы Туже Дозик Прошел Дозик Пойдем Слава богу Захнешно Николай Уехал